Океан сегодня волнуется, очень большие волны, но несмотря ни на что люди гуляют, продолжают гулять, выгуливают собак и жизнь продолжается, люди гуляют, потому что действительно очень красивый вид на океане и люди продолжают наслаждаться. Все сделано для того, чтобы люди могли гулять и получать удовольствие в наш океан. Сейчас у нас на океане отлив, поэтому вода ушла, берег такой пустой, но когда прилив, здесь я сейчас стою, даже невозможно стоять, потому что волны плещут и, естественно, мы наслаждаемся, стоя вот здесь, на вот этом вот бульваре, на котором гуляют люди. А сейчас у нас отлив, то есть у нас согласно расписанию, даже есть расписание, в какой день, когда в таком-то городе бывает прилив, а когда отлив. На рейде видно стоит какое-то грузовое судно, ждет своей очереди на разгрузку, у нас большой порт в Бостоне. Уважаемые друзья, я показываю специально вам на одном из паркинг-лоток больших магазинов, где мы покупаем продукты. Я специально показываю вам вот этот паркинг-лот. Для чего? Для того, чтобы понять, чтобы вчера ночью шел снег, и сегодня утром уже все почищено, и все готово для того, чтобы люди могли пользоваться, и никто, не дай бог, не упал. За это ответственный магазин, за это ответственный магазин, потому что в случае кто-то падает, в обязательном порядке магазин расплачивается страховкой. Если человек упал, поломал ногу, и не может работать определенное время, все операции, все медицинское обслуживание за счет страховки этого магазина. И плюс в конце еще за моральные повреждения, за моральные потери. За это очень большие тысячи долларов платит магазин. Поэтому, смотрите, всю ночь работают работники для того, чтобы убрать и приготовить в будню, в дню, чтобы люди могли спокойно ездить. Вот этот другой магазин, и тоже, смотрите, какую гору снега собрали здесь, на паркинг-лоте, чтобы спокойно люди могли пользоваться, и никто, не дай бог, не упал, потому что это стоит очень больших денег. Вот так здесь поставлено в Америке. И представьте себе, любой хозяин дома, если вокруг него тротуар не почищен, и если кто-то падает, то он платит сумасшедшие деньги через суд. И каждый старается убрать вокруг своего дома тротуар, чтобы не попасть в ситуацию и не платить очень большие деньги. А сейчас я отвечу на вопросы. Вопросы по поводу образования. Какие школы бывают? Бывают частные школы, чартерные школы и муниципальные. Муниципальные школы. Дети начинают образование с 6 лет. Это называется pre-school. Они находятся при садиках или при школах. Там обучают детей компьютеру, работают с компьютерами, грамоте, то есть азбука, они умеют читать и писать. Потом идут дети в начальную школу. Она с 1 по 4 класс, потом идет средняя школа, с 5 по 8 и идет high school. Высшая школа с 8 по 12. Вот такое образование у нас в школах. Конечно, иммигранты поступают в обычный паблик-скул, бесплатный. Кто может платить платную частную школу, тот пускать своих детей туда. Наши дети были в обычный паблик-скул. Могу сказать, что в разных городах свои школы по качеству. Если вы приехали строить будущее своих детей, то, конечно, лучше отдать в хорошую школу. Мы поэтому переехали в такой город, в город Свампскат, где считалась одна из лучших школ этого района, где мы живем. После того, как наши дети закончили школы, мы переехали в другой город, где жизнь немножко стоит дешевле. С каждым годом все труднее и труднее становится зарабатывать деньги, поэтому надо правильно их распределять. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и напишите коммент. Благодарю вас. Всех вам благ.